Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Давайте посмотрим, чем будет интересно сегодняшняя торговая сессия и подведем итоги вчерашнего очень неплохого и интересного дня с точки зрения новостных событий. Внимательно смотрите за брифингом, поскольку сегодня, собственно, как и вчера и позавчера, в ходе брифинга я обозначу кодовое слово. Соответственно, оно позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Емкость сегодняшнего бонуса 10%, поэтому думаю, что за него можно внимательно отнестись к этому брифингу. Давайте начнем с российской валюты и динамики нефти. Откройте графики. Бренд текущей актуальной котировки примерно в районе 63-40%. В целом мы констатируем то, что продолжает держаться нисходящий тренд даже на дневках. Очень хорошо его можно заметить. Что касается фундаментальной картины, то здесь стоит обозначить, конечно же, главное новостное событие рынка – это Греция. И сейчас на фоне опасений, нервозности, которые характерны для этой ситуации, разумеется, очень много трейдеров проявляют больше интереса к защитным активам, среди которых, разумеется, выступает и американская валюта. Поэтому, если растет привлекательность по отношению к доллару, можно также позиционно делать ставку на то, что рисковые инструменты, к которым всегда относилась нефть, будут испытывать при этом локальную слабость. Мы поставили по нефти цель возвращения в район 61-60%. Если, опять же, оценим нисходящий канал по дневным таймфреймам, то сможем увидеть, что в целом сейчас очень неплохо нефть отыгрывает данную техническую формацию и продолжает спускаться как раз к той цели, которую мы обозначили. Дополнительным новостным фоном, который, мне кажется, может еще больше усилить наши ожидания к тому, что будущее у нефти коррекционное, выступает то, что на следующей неделе состоится очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. В этот раз полагается, что позитива можно ожидать. Соответственно, если он появится на рынке, значит, разумеется, снова вернутся спекуляции на тему снятия финансово-экономических санкций и выход на рынок с новыми объемами нового игрока на рынке энергоисусов. Что касается Ирана, вы знаете, что на текущий момент примерно объемы поставок составляют около 1 миллиона баррелей в сутки, но потенциал у Ирана очень неплохой. Если вернемся в 2011 год, когда санкции не действовали еще для этой страны, то совокупная производственная мощность этого региона позволяла поставлять на рынок до 4 миллионов баррелей в сутки. Поэтому, если снятие финансово-экономических санкций позволит высвободить весь производственный потенциал и этого региона, значит, в целом можно будет еще больше усилить нашу идею касательно того, что рынок спроса и предложения очень сильно рассинхронизирован. Соответственно, если на рынке появится примерно до 4 миллионов баррелей в сутки дополнительного объема, значит, нефти придется отступать на фоне основных конкурентов и двигаться к той цели, которую мы с вами поставили. Поэтому, в целом, 60-61 пока туда и смотрим. Что касается рубля, также переходите на USDRAP. Вчерашняя торговая сессия, в целом, закрытие чуть ниже 55, никак рублю не удается снова вернуться в высшие отметки, точнее, доллару не удается оказать сопротивление, соответствующее на российский актив. В целом, что касается новостного фона, то мы знаем, что сейчас ключевой темой является налоговый период. По сути, он уже фактически завершен. Делали ставку на то, что налоговый период сможет оказать поддержку российской валюте, но, видимо, это была преждевременная ставка, поскольку все-таки общий негативный фон, который характерен для российской экономики, сейчас не способствует росту российской валюты. Поэтому весь тот позитив, который предварительно закладывался в возможность усиления позиции рубля, сейчас нивелирован. Но это ничуть, скажем, не расходится с нашей фундаментальной идеей, поскольку мы делали ставку на то, что пара USDRAP имеет все основания для того, чтобы продолжить движение выше 55 и нацелиться на еще, скажем, одну цель, связанную с девальвацией рубля в районе 58. Мы пока туда и смотрим. Поэтому сейчас, как только завершится неделя, думаю, уже со следующей пятидневки можно будет переключаться уже на привычный для нас новостной фон по рублю. Это больше внимания к нефти, это политика и действия Центрального банка через механизмы интервентного регулирования курса. Хотя вы прекрасно знаете, что ЦБ не признается, что это действительно подобные механизмы. То есть механизмы, направленные на воздействие курса, отмечают, что это программа, которая действует для того, чтобы увеличить золото валютной резервы страны. В целом, действия Центрального банка уже неоднократно доказывали, что оказывают самое непосредственное влияние на динамику рубля. Поэтому, если мы снова вернемся к обозначению совокупных объемов покупки валюты по верхнему диапазону в 200 миллионов рублей, то есть долларов, соответственно, на следующей неделе можно будет действительно ожидать возобновления этого локального фундаментального пресса. Плюс ко всему еще и ситуация санкции добавляет еще, скажем, больше негатива, санкции продлены, ответные санкции это также вопрос времени. И в целом, по-прежнему, холодные отношения с Западом являются причиной низкого спроса и на фондовые активы российского рынка и заставляют переживать за вообще благополучие и будущее инвестиционного климата в российской экономике. Что касается фундаментальных проблем, то о них мы уже также говорили достаточно детально. Это катастрофические темпы оттока капитала, снижение темпов экономического роста и по-прежнему высокая инфляция. Эти проблемы еще пока не удается решить. Переходим к евро-доллару. Откройте графики, пожалуйста, и дневки. Смотрим, как вчерашняя торговая сессия показала себя, а точнее, как вел себя евро. Мы видели то, что в течение первой половины дня евро-доллар порывался достигнуть даже локального недельного минимума, там в районе 1.11.50. Но ближе к концу торговой сессии евро получил очень неплохой такой фундаментальный фактор для роста, поскольку мы видели такой всплеск оптимизма, активности. И буквально за короткий период евро снова вернулся выше уровня 1.12. Что касается актуальных котировок, то я думаю, что мы снова находимся ниже уровня 1.12, наверное, 1.11.80. Примерно так. Мы чуть-чуть поднялись к 1.12. Примерно 1.12. В целом, безусловно, ключевой темой выступает греческая ситуация, продолжающаяся баталии между Афинами и тройкой корректоров по возможности нахождения компромисса, урегулирования всех спорных нюансов и достижения взаимопонимания. На кону, разумеется, обещанный транш аккредитных средств ликвидности на сумму практически в 7,5 миллиардов евро. В свою очередь, для того, чтобы Греция имела возможность апеллировать этими средствами, им необходимо предложить реформы, которые устроили бы тройку корректоров. Европейскую комиссию, ЕЦБ и Международный валютный фонд. Мы знаем то, что уже прошло очень много саммитов, которые были посвящены этой теме, но сторонам никак не удается преодолеть эти актуальные разногласия. И мы констатировали, что все больше участников убеждаются в том, что на самом деле разногласия весьма существенные. И они в целом являются причиной ухудшения настроений и поднимают вопрос о том, возможно ли вообще будет о греках договориться с тройкой корректоров. Вчера прошел очередной саммит. В целом, если мы уже коснулись локального позитива, стоит признать, что он действительно имел место быть, поскольку Греция вчера представила новые предложения с новыми реформами для тройки. Еврогруппа подтвердила тот факт, что эти предложения получены. Сейчас идет активное обсуждение. Но в целом Еврогруппа также отметила, что за последние недели они ничуть не изменяли требования, которые предъявлялись Греции. То есть, если мы видим сейчас новые предложения, значит очевидно, что Греция проявляет гибкость, идет навстречу. Но мне кажется, что проблемы ведь характерны для Греции, и это правильная позиция. Но все-таки есть моменты, есть определенные требования, критерии, параметры этой сделки, которые сейчас пока не позволяют выйти на оформление этой сделки. Что касается требований, напомню, что тройка кредиторов настаивает на том, чтобы Греция сейчас отменила такое понятие, как досрочные пенсии, чтобы сократила расходы на оборонку примерно на 200 миллионов евро, чтобы ввела дополнительный налог на прибыль для тех компаний, чья выручка за год превышает 500 тысяч евро, и ввела налог на роскошь. Но там прям совсем смешные требования, поскольку, по-моему, даже к роскоши по версии кредиторов будут относиться автомобили с двигателем больше двух литров. Но это, наверное, подавляющая часть этих автомобилей в Греции. В целом, многие из этих требований действительно являются невыполнимыми, поскольку возвращают экономику к политике жесткой экономии. И я уже отмечал в ходе вчерашнего брифинга, что если даже компромисс и будет достигнут со стороны греческого правительства, очень, скажем, важным будет нюанс того, протащат ли эти предложения в парламенты, потому что греческий парламент уже неоднократно сообщал о том, что будет всячески блокировать любой намек на как раз меры жесткой экономики. Поэтому, в целом, можно резюмировать тот факт, что сейчас есть локальные надежды на то, что компромисс будет достигнут, но, опять же, все уходит на следующую конференцию. Ключевая дата – это воскресенье, по сути, момент X, последняя возможность для Греции убедить тройку кредиторов в том, что они готовы исполнять ряд требований и убедить их в том, чтобы тройка кредиторов предоставила ликвидность, необходимую для исполнения долгового обязательства. Ну и совсем уж сакральная дата – это, конечно же, 30 июня. Получается, среда, когда Греции необходимо будет исполнить долговое обязательство на сумму 1,6 млрд евро. Очень много, тем более, что прошлый платеж 5 июня Греция не погасила, поскольку у них не было даже 300 млн евро. Соответственно, риски растут, напряженность тоже растет. И, разумеется, на фоне такого фундаментального фона сейчас ни в коем случае нельзя и не нужно делать ставку на локальный и фундаментальный рост главного валютного риска, поскольку в случае, если в воскресенье саммит, который назначен на этот день, окажется очередным провальным этапом переговоров, значит, в понедельник нас ожидает очень интересное открытие, я думаю, что с гэпом. Разумеется, в негативную сторону по евро. И уж тем более, если к среде не будет никаких продвижек в этом плане, значит, можно будет планомерно готовиться к самому негативному сценарию. Самый негативный сценарий – это технический дефолт и подготовка, соответственно, к последующему выходу из состава валютного блока. Риски большие, поэтому все-таки, учитывая то, что они действительно актуальны, мы видим то, что рынок по факту уже этих переговоров гасит любое проявление позитива. Много было намеков на то, что договоренность вот-вот достигнута будет уже еще двумя неделями ранее, но в итоге завершилась еще одна пятидневка, несколько дней до 30 июня договоренности нет. Поэтому я предлагаю все-таки делать ставку на коррекцию евро-доллара, и наша цель – как минимум возвращение в район 1.10. Идем дальше. Доллар японская иена. Текущие актуальные котировки примерно 123.30, наверное, где-то так. Закрытие вчерашней торговой сессии – 123.62. В целом негативная сессия для доллара, хотя если мы посмотрим на важные макроэкономические данные, то в целом здесь нужно коснуться двух очень важных отчетов. Это динамика заявок на пособие по безработице, соответственно, по факту мы увидели показатель 271.000 против прогноза 272.000, соответственно, позитив. И еще больше позитив связан с тем, что показатель находится ниже 300.000 уже примерно 17 недель подряд, то есть это больше квартала. А значит, если эта тенденция сохранится и дальше, значит, к концу года Америка сможет выйти на целевые показатели по безработице ниже 5%. Другой отчет – это динамика личных доходов, соответственно, и расходов. Личные доходы выросли на 0,5%, еще один позитив. И еще больший позитив связан с фактом роста личных расходов, которые скакнули на 0,9%. Это максимальный показатель за последние 6 лет. Поэтому, в принципе, если растут личные расходы, значит, можно анонсировать это как серьезное основание для показателей розничных продаж хороших, для активизации потребительской активности. А если будет расти потребительская активность, значит, можно будет готовиться к тому, что второй квартал по темпам экономического роста будет очень неплохим для американской экономики. И поэтому, если резюмировать всю пятидневку, в целом, по данным, которые мы получали, мы увидели еще много подтверждений того, что американская экономика ФРС приближается к, соответственно, решению о повышении процентной ставки. И вполне возможно, что это решение будет озвучено на рынке уже либо по итогам сентябрьского заседания, ну или в конце 2015 года в декабре. Еще хотел обозначить пару USD-чифов. Помню, был вопрос от наших слушателей. Откройте графики, посмотрите. Примерно текущая актуальная котировка 0,93%. Соответственно, в целом, если мы сейчас вернемся к последним заявлениям со стороны Национального банка Швейцарии, мы получили сигнал о том, что Национальный банк Швейцарии будет сдерживать укрепление франка и использовать для этого планируется либо дополнительное снижение процентных ставок, либо дополнительные интервенции. Поэтому сейчас, если отталкиваться от текущих значений и опять же вернуться к идее того, что мы ожидаем хороших макроэкономических сигналов дополнительных со стороны США, ожидаем подобных действий в плане смягчения монетарной политики со стороны Национального банка Швейцарии, значит, можно сделать ставку на то, что USD-свиси пойдет повыше. И это будут уровни примерно 0,95% как минимум. До этого уровня остается еще совсем чуть-чуть. Что касается следующей недели, то будет она весьма интересна, поскольку на следующей неделе мы увидим развязку греческой баталии, греческого противостояния, и на следующей неделе нас ожидают еще очень важные макроэкономические данные по США. Какие это данные? Это non-farm perils, которые позволят нам оценить состояние американского рынка труда и по факту того, будет ли это хороший отчет, соответственно, можно будет готовиться к ужесточению монетарной политики. Но в целом мы уже говорили, что сейчас, наверное, сворачивать стропы роста американской валюты, усиление позиций американца не стоит, поскольку это, наверное, одна из самых интересных фундаментальных идей, и нужно продолжать придерживаться. USD-иеном мы делаем ставку на возвращение в район 125. До этой цели остается еще совсем чуть-чуть. Ну и что касается сегодняшнего кодового слова, сегодня кодовое слово «копировщик», соответственно, следите за нашими следующими брифингами, следующий уже выйдет в понедельник, в понедельник также состоится и наш традиционный брифинг, правильный понедельник. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok